В Татарстане планируют реализовать пилотный проект по реализации содействия в трудоустройстве и сопровождении лиц с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в период их устройства на работу. Рассчитывать на содействие в трудоустройстве смогут проживающие в Татарстане инвалиды трудоспособного возраста, не имеющие дохода от трудовой деятельности. Гуманитарная значимость этого проекта очень велика, поскольку каждый человек имеет право на труд, каждый человек должен реализовать себя. И найти подходящую сферу деятельности, найти в чем заключается талант данного конкретного человека, помочь ему реализоваться, мне кажется, это правильная задача общества. Также важно отметить, что лица должны быть признанными нуждающимися в соцобслуживании и иметь рекомендацию пройти профессиональную реабилитацию. Кроме того, у желающих трудоустроиться должны отсутствовать медицинские противопоказания. К ним относятся тяжелые психические расстройства, тяжелая форма эпилепсии, карантинные инфекционные заболевания и многое другое. Расстройства аутистического спектра – это такие полиморфные расстройства, а не расстройства, которые нельзя описать одинаково в отношении всех людей. То есть у каждого человека это протекает несколько специфически, несколько по-разному. Основной проблемой людей с расстройством аутистического спектра является в сущности нарушение коммуникации. Если мы говорим о работе в трудовом коллективе, то основные трудности, конечно, будут коммуникативного плана. Совместными усилиями Минтруда Республики и Центры занятости населения помогут инвалидам найти подходящие вакансии, составить резюме и собрать все документы. Первые два месяца с момента трудоустройства в ведомство будут курировать инвалидов. Организацией и реализацией проекта займется Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Проект рассчитан на 2023-2026 годы. Трудно ли будет им самим? Да, безусловно, трудно, но значительно труднее все время находиться в изоляции и без работы. Мы же прекрасно понимаем, что у любого человека, если он находится до лет коллектива, если он не социализирован, постепенно могут начинаться проблемы такого плана, как, например, когнитивное снижение. Отметим, что заниматься социализацией лиц с расстройствами аутистического спектра нужно еще с детства. Так, на базе Казанского федерального университета работает детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе», цель которого – создание психолого-педагогической поддержки и организация комплексного процесса обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Адалина Амдрахманова, Фарид Захитаглы, Универньюс.